Обе ушли за грибами и не вернулись. В Нижневартовском и Советском районах спасатели ищут двух пропавших пенсионерок. Прочесывать лес помогают полицейские и волонтеры. По их словам, сохраняется надежда, что у женщин найдут живыми. Всего же за два летних месяца в Югре было организовано 22 спасательных операций. 14 человек удалось найти живыми. Жанна Кузьмина с подробностями. В поселке Пионерском Советского района не вернулась из леса местная жительница. С выходных поисками женщины занимаются 30 добровольцев. И это не считая полиции. Они обследовали 7 километров лесных дорог, но пока безрезультатно. А этим грибникам повезло больше. В Нягоне дедушка вместе с внуком отправились в лес за дикоросами. К дачному поселку они вместе со спасателями вышли уже поздним вечером. Я все равно ничего не буду, все равно буду ходить в лес. 22 поисковых операции организовали в Югре за два летних месяца. К работе в лесу привлекают сотрудников зональных поисково-спасательных отрядов. Практически в каждом городе есть их отделение. К примеру, в Нижнем Вартовском районе вот уже неделю они участвуют в поисках пожилой жительницы поселка Варьогана. Женщина до сих пор не вернулась к родным. По статистике, как правило, это люди пожилого возраста. В основном бывают с проблемами со здоровьем, потому что часто они с собой не берут ни лекарств, ни питья, ничего такого. И, как правило, что они уверены, что я это место знаю, и с уверенностью на 100%, что они, значит, выйдут и все будет благополучно, то они глубоко ошибаются. С каждым годом лес меняется. Падают деревья, завалы происходят. То есть лес меняется с каждым годом, и поэтому уверенности, что вы приедете на то же место, абсолютно никакого. Чтобы поход в лес не стал роковым, грибникам стоит соблюдать всего несколько простых правил. Человек должен иметь при себе тот минимум, который его может спасти в экстремальной ситуации. К этому относятся спички-зажигалки, независимо от того, курящий ли человек, либо нет. Обязательно надо иметь с собой фонарик. Независимо от того, идете вы туда вечером или утром, фонарик нужен, опять же, для того, чтобы, если у вас будут искать с воздуха, в темное время суток фонарик, подающий сигнал снизу вверх, он виден за много километров. Заходя в лес, надо одеваться как можно ярче, соответственно, так скажем, в неестественной градации цветов. Это ярко-салатовый, оранжевый цвет. То есть все то, что будет сильно отличаться от общего окружения. Ну и объективно надо понимать, что одежда, так скажем, таких цветов, также служить знаком в том случае, если вас будут искать. Эта своеобразная азбука лесника, по словам поисковиков, не раз спасала человеческие жизни. И, возможно, еще не раз пригодится. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.